Трекерная музыка – это неотъемлемая часть демо-сцены. Почему? Потому что можно представить себе демку без каких-то 3D-моделей сложных или еще чего-то, но демка без музыки – это просто скучное, я считаю, зрелище, да простят меня художники и кодеры. Технологии по написанию музыки на демо-сцене, они развивались такими скачками. Первый скачок был, если брать PC демо-сцену, это в 91-м году вышел в открытый доступ ScreenTracker 2, написанный кодером PC из будущей, тогда еще группы Future Crew, по миру известным как саммит Амилехта. Правда, эта программа была шароварная, платная, стоила она 48 долларов. Деньги, в общем-то, немалые для музыкальной программы, если учесть, что там была аж 4-х канальная плефония, и там были доступны эффекты портамента, вибратора, можно было выглядеть громкостью. Там был осциллограф, по-моему, это было только на Амиге, в ProTracker. В общем, там были индивидуальные осциллографы, точно так же, как потом уже, позже, в PastTracker. CreamTracker 2 работал целиком в текстовом режиме экрана, и, ну, только осциллограф был в ЦГА, в случае, если монитор давал его, что тоже было не всегда. Вывод звука производился либо через Sound Blaster, довольно дорогой по тем временам удовольствие, либо на Covox, старый добрый. Ну, для тех, кто не знает, это простейший цифроаналоговый преобразователь, который в большинстве случаев паялся на коленке радиолюбителями, и просто была железка, которая цеплялась к параллельному порту принтерному, и на выходе был, ну, какой-никакой звук. ScreenTracker 2 поддерживал частоту дискретизации аж до 24, чуть меньше, кГц, чтобы по тем временам было просто фантастикой. Но для этого требовался процессор, по-моему, 386DX с частотой, по-моему, 20 МГц. Вместе с тем поддерживались даже по тем временам уже старые машины, которые имели процессор с тактой частотой 5 МГц, но это самое нижнее значение. Да, конечно, спикер тоже поддерживался, но чуть более мощными машинами, потому что требуется больше процессорного времени для ресэмплинга. На самом деле, слушать музыку на PC-спикере я считаю извращением. Музыкантов на ST2 было «Раз-два я обчелся». Был, допустим, Джин Джей Би, небезызвестный, который в ST2 тогда писал. И даже что-то там умудрялся записывать, ну, потом вставлять в альбомы, издаваемые потом на местных там виблах. Ну, небезызвестная группа SENS также использовала ScreenTracker 2 в своем творчестве. Также, по его образу и подобию, на платформе БК был воссоздан Строгино Саундтрекер. Первая версия ScreenTracker была недоступна широкой аудитории, и даже сейчас ее нигде не найти. Ну, если только попытаться связаться с PC лично. Она была написана целиком на ассемблере, как рассказывал Скавин, он же Петер Хайба. А Скавин, он еще до того, как в группу пришел PayPal Motion, Скавин был знаком с PC, и PC как-то его пригласил к себе домой и показал весь стаб, которым занимался свободное время. Там были самодельные игры, всякие утилиты, в том числе для шифрования. И, в числе прочего, вот был ScreenTracker, который потом PC развил до коммерческого продукта, неплохого по тем временам. Собственно, первым музыкантом на ScreenTracker 2, если не считать PC, был Скавин. PC начал писать демку с музыкой в формате STM. И ему нужен был музыкант, и он попросил сначала своего брата написать трек для этой демки. А потом что-то у него не заладилось, у брата. И он уже своему знакомому, 16-летнему, или даже 15-ти тогда, Джоне Лаутенну, будущему PayPal Motion, принес дискете CreamTracker. И тот стал писать в нем, быстро разобрался с командами, такие как там партамента, вибрато и прочее. Что, в общем-то, тоже для человека с классическим музыкальным образованием нетипично. Написал несколько треков, принес их PC, тот подслушал, просто пришел в полный восторг. И, хоть и сама демка не была закончена, но ионы взяли в группу под будущим названием Future Crew. Эти первые модули, которые PayPal Motion написал в ST2, вы уже могли слушать в более ранних выпусках передачи сцены. Формат модулей STM представлял собой слегка расширенную версию амирного, старого, доброго формата мод. И, в общем-то, большая часть команд была взаимозаменяемой. Ну, сэмплы, в отличие от мода, хранились в виде 8-битных и беззнаковых чисел. Модули формата STM сегодня можно играть на PC при помощи мод-плага, а на маке с помощью плеера Coco Mode X. После Scream Tracker 2, следующим шагом в эволюции трекеров был барабанный дробь. Scream Tracker 3! Самый популярный по состоянию на 94-95 годы трекер, несмотря на то, что уже набирал обороты Fast Tracker, который представил совершенно иную концепцию в интерфейсе, в организации данных, в 96-м году по-прежнему было выпущено больше STM-ов, чем XM-ов. Третья версия Scream Tracker, в отличие от второй, поддерживала 16-канальную глифонию, и плюс было еще 16 синтезаторных, то есть можно было содействовать ад-либовский модуль на самом бластерах. Продолжение следует... Правда, этим мало кто пользовался, поскольку уже стал набирать популярность игра из Ультрасаун, на котором поддержки ад-либы не было. Серьезно был расширен набор эффектов. На самом деле, в Scream Tracker также была заложена возможность импорта 16-битных сэмплов и создания пинг-понгрупов, но поскольку Psi к тому моменту уже стал потихоньку отходить от демо-сцены, в жизнь эти фичи так не были воплощены, однако и сегодня, если вручную в HexRedactor загрузить модуль 16-битный сэмпл и руками исправить заголовок, то современные плееры, такие, например, как XM Play или Magplug, будут его играть. В течение, наверное, года-полутора, может быть, с момента выхода Scream Tracker 3, практически все музыканты, которые до этого писали, кто в ST2, кто на Amiga, в Pro Tracker, а уже купили себе PC, или даже в PAST Tracker 1, который писал только моды. Все эти музыканты стали постепенно перелезать на Scream Tracker 3, потому что он предоставлял невиданные до тех времен возможности. К тому же всем очень нравилась музыка Future Crew, которая звучала в демках и мюзик-дисках. Поскольку еще за два с половиной года до релиза ST3 Scream Tracker 3, Scream Tracker 3 и Apple Motion уже писали модули, которые потом появлялись в демках, мюзик-дисках и повергали в шок знающих людей. Субтитры создавал DimaTorzok Интерфейс Scream Tracker 3 был точно так же, как и у прежней версии, выполнен в текстовом режиме, но была использована довольно прогрессивная технология ремаппинга символов знака генератора, поскольку при запуске трекера часть символов, в частности те, которые находились в верхнем диапазоне, начиная с кода 128 и выше, в них писались элементы интерфейса. И этот самый интерфейс, а также цветовая гамма и элементы управления задали тон для трекеров на многих годах вперед, в частности популярный импульс трекер являлся по сути клоном с расширенным функционалом именно Scream Tracker 3. Также многие наверняка помнят модуль RX, Scream Tracker 3, который сравнялся вместе с Modplug Player. Автором его являлся немецкий программист и музыкант Карстен Кох, довольно известный, и его компания Imago, в числе прочего, выпускала программу Orpheus, которая представляла собой музыкальную студию, довольно серьезную, с интерфейсом на базе Scream Tracker 3. И точно так же Shizm Tracker, который сейчас является, наверное, наиболее распространенным кроссплатформенным трекером, который идет и на Windows, и под Linux, и на Mac. И он тоже наследует этот же самый интерфейс один в один. Формат X3M стал настолько популярен, что его играют все маломальски уважающие себя плееры, такие как в библиотеке Nikit, Bass, Cubic и прочее. И даже на iPhone совсем недавно появилась программа под названием Modbox, которая играет в том числе S3M модуля. Fast Tracker 2 был первым трекером второго поколения, поскольку в нем были представлены огибающие и также очень полезная функция маппинга сэмплов по инструментам. То есть, например, можно было загрузить в модуль несколько сэмплов пианино, допустим, записанные разные ноты, допустим, до второй октавы, третий, четвертый, пятый, собрать их в один инструмент и звук получался более реалистичным. Таким образом, получалось мультисэмпловое пианино. То же самое, что мы сегодня имеем в виде 4-гигабайтных библиотек, используемых на студии. И это 1995-1996 год. А рабочая версия Fast Tracker, который поддерживал эту функцию, появилась в середине 1994-го. Это был модуль Beyond Reality, написанный музыкантом Vogue из шведской группы Triton, которая, собственно, и разработала этот трекер. Fast Tracker был первым трекером на PC, работавшим в графическом режиме, чем заставлял немало проблем пользователям старых компьютеров. Он поддерживал 32-канальную калифонию, что было очередным рекордом того времени. И самое главное, в нем можно было работать мышкой. Он поддерживал 16-битные сэмплы, пока еще моно. В нем были огибающие для громкости и панорамы. Причем, огибающие панорамы работали путем прибавления текущего значения, огибающих, к выставленному паттерне. В числе нововведений также были пинг-понг-лупы. То есть, сэмпл мог зацикливаться не только в одну сторону, а гулять туда-сюда. И этот эффект очень полезен, например, для струнных, пэдов и прочих протяжных звуков. Fast Tracker очень полюбился чип-тюнщикам. Почему? Потому что в нем можно было рисовать сэмплы мышкой. Эту функцию потом воплотили в мелкие трекеры. Наверное, все. Поскольку интерфейс Fast Tracker 2 фактически повторял Pro Tracker, популярный на Амеге, то очень многие амежники, которые покупали себе PC, пересаживались именно на Fast Tracker. И это стало залогом его успеха. Поскольку уже годы к 97-му, а тем более 98-му, XM-модули просто заполонили с собой все доступные ресурсы. Модули в то время распространялись по BBS-кам, главным образом, ну и на старых добрых дискетах. Потому что общедоступных файловых хранилищ, а тем более с веб-интерфейсом, тогда еще просто не было. Интерфейс Fast Tracker задал тон для графических трекеров, такие как Scale, который, собственно, в длительное время назывался Fast Tracker 3, также Renoise, Cycle. Таким образом, можно выделить два основных направления в интерфейсе трекеров в конце 90-х. Первые развивали концепцию стрим-трекера и работали, как правило, в текстовом режиме. Это Incus Tracker, Imago Orpheus и прочее. И немножко особняком здесь стоит Modplug, появившийся на платформе Windows в 98-м году, потому что он не использовал свои элементы интерфейса, а целиком был написан на библиотеке MFC, что позволяло использовать стандартные элементы операционной системы. Следующим трекером второго поколения был Impulse Tracker, написанный австралийцем Джеффри Лимом в 95-96 годах. Написан целиком на Assembler и работал в текстовом режиме, так же, как и Scream Tracker. Он являл собой изначально гибрид Scream Tracker и Fast Tracker. То есть, он наследовал интерфейс первого и вместе с тем поддерживал очень много полезных функций второго, такие как нагибающие на инструментах, работа мышкой. Так же, в 97-м году была введена функция резонансного фильтра. Impulse Tracker имел свой собственный формат упаковки сэмплов, который давал выигрыш вплоть до 60%. 30%. К сожалению, Impulse Tracker перестал развиваться столь же быстро, как и появился, потому что в 1997 году платный модуль экспорта в WAV был выложен пиратами в открытый доступ, после чего автор трекера Джеффри Лим сказал, что раз вы такие, то я не буду больше вам ничего писать, и забросил работу на проекты. Проект Modplug начинался как просто плеер трекерных модулей, в первую очередь форматов MOD, STM, XM и только-только появившуюся тогда начавшую набирать обороты IT, и к моменту выхода своей первой стабильной версии Modplug Player уже играл самый широкий на тот момент набор всевозможных форматов, там различные амижные вариации на тему мода, там на PC было просто несметное количество трекеров уже на тот момент, и он их все играл. Автором Modplug Player был француз, работающий в США по имени Оливье Лапик, и ему это дело настолько понравилось, что он решил написать свой собственный трекер. Правда над созданием формата он заморачиваться не стал, и взял за основу популярный уже на тот момент формат Impulse Tracker, за что ему большое спасибо, поскольку музыканты стали иметь возможность писать модули, которые можно было открывать в других трекерах, и дорабатывать, и играть чем угодно, в частности использовать в демках. Наибольшую популярность Modplug стал приобретать среди музыкантов из Центральной Европы, это в основном немцы, голландцы, ну и также в Америке, правда, трекерщиков в США практически как не было, так и нет, это можно считать только Некроса, Бейсхеда, Левиатона, их можно пересчитать, попасть с модной руки. Но, конечно же, наибольшее признание пользователей Modplug стал приобретать уже в 21 веке, когда фактически пропала возможность запускать нативно DOS-овские трекеры, а в Windows они работать перестали. Modplug стал первым трекером, который поддерживал DirectX эффекты, и самое главное, он мог встраивать их прямо в модуле формата IT в виде расширения, которое, конечно, должно было поддерживаться плеерами. Первым, разумеется, эти расширения поддерживал Modplug но XmPlay, который уже к тому моменту набирал популярность, тоже в скором времени ей обзавелся. Modplug может использовать как внешние DirectX плагины, которые вы сами установили на свою систему, так и встроенные Windows, так называемые DirectX Media Objects или DMO, использование которых в чиптюнах считается верхом читерства. В состав DMO входят такие простые, в общем-то, эффекты, как chorus, reverb, flanger, echo и прочее. Вслед за DirectX также в Modplug появилась поддержка VST эффектов, и это уже можно считать отправной точкой в формировании трекера третьего поколения. Таким образом, мы можем разделить всю историю трекеров на три этапа. Первый этап – это только сэмплы до 1995 года. Второй этап – это сэмплы и инструменты, в которые входят огибающие и параметры и фильтр позже в формате IT. И третий этап – это поддержка студийного, уже профессионального формата VST и возможность рендеринга в качестве приемлемым для записи на CD. Интересный такой момент, что начиная с модов на Омеге, то есть это с конца 80-х, люди писали в названиях сэмплов свое имя, дату написания модуля, приветы и какой-нибудь любой текст, поскольку в модулях не было специального поля для комментариев. И, как ни странно, эта ситуация сохранялась вплоть до выхода импульс-трекера. Из трекеров первого поколения поле для комментариев имел мультитрекер, который выпускался группой Ренессанс, но он был весьма непогулярен. В модплаге, также как и в фаст-трекере, была возможность редактировать сэмпл прямо в трекере. И, по сути, иногда даже не требовалась внешняя программа, такая как SoundForge или аналоги, поскольку прямо на вкладке с сэмплами можно было резать, менять громкость, делать fade-in, fade-out и прочие полезные вещи. В отдельный класс можно выделить такие программы как Bass Tracker, Cycle, Swar и Argru Audix. Самым первым из программ этого типа был Bass, появившийся в 1998 году. В отличие от популярных в то время трекеров, в нем источниками звука были генераторы, которые расставлялись в графическом интерфейсе в виде блок-схемы. Генераторы в базе – это, по сути, аналоги железных синтезаторов, сэплеров. А помимо генераторов были еще и эффекты, которые можно было соединять между собой, пускать на них звук с генераторов и в самом конце это все вводилось на мастер. Bass пришелся по душе многим известным музыкантам, таким как Skavan, Hans, Xanah и многие другие. В принципе, если вы зайдете на ModLand, в директорию PubModulesBass, вы можете всех их узнать. Там очень много знакомых имен. После базы стали появляться новые программы, которые развивали эту концепцию. «Псайкл», «Аудикс», «Свартрекер» и замечательная, по-моему, программа «Ionio Aero Studio». Она представляла собой гибрид всего со всем, поскольку там был и сэмплер, и редактор паттернов, и секвенсер, и все-все-все. Но, к сожалению, проект, что называется, не пошел и заглох где-то в 2006 году. Стоит отметить, что все трекеры практически в 90-х годах, ну а сейчас тем более, были и остаются бесплатными, во всяком случае с базовым функционалом. И, по сути, последним чисто платным трекером был Scream Tracker 2. На сегодняшний день наиболее продвинутым и широко используемым трекером является Renoiz. Renoiz умеет открывать XM-модули, но вместе с тем он имеет полный набор современных фишек, такие как 32-битные стерео-сэмплы, поддержка VST и т.д. и т.п. Благодаря интерфейсу, наследованному от Fast Tracker 2, вокруг Renoiz стало собираться сообщество музыкантов, которые мигрировали на него с Fast Tracker, и даже с Impulse и Modplug. В их числе можно назвать Radix, K303, Hans… Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Проект не стоит на месте, он развивается до сих пор, регулярно выходят новые версии. Сегодня же ситуация с трекерами такова. Большая часть народу, которые писали раньше трекерные модули, теперь пересели на секвенсеры, такие как Cubase, FL Studio и т.д. и т.п. Но вместе с тем трекеры стали пробираться на мобильные платформы, и это не может не радовать. И, наверное, наиболее ярким примером является трекер Sunvox, производство нашего соотечественника Night Radio, который доступен на абсолютно все, что движется. Это Palm, это Linux, Windows, Mac и даже iPhone с недавнего времени. И, собственно, именно на iPhone Sunvox стал первым трекером вообще. Это, по сути, гибрид трекера с модульной студией. В прошлом декабре Night Radio выпустил первый мюзик диск, полностью записанный на Sunvox. Всем рекомендую, называется Back to the Sources, там приятная визуализация и модули занимают щитные килобайты. Есть масса трекеров нативных для каждой платформы, такие как Nitro Tracker на DS, Fami Tracker, Padness, Goat и т.д. и т.п. Ну а для оценителей олдскула на мобильных платформах доступен Milky Tracker, который представляет собой, фактически, переделку фаст-трекера, который имеет все те же функции, ну плюс там несколько красивостей в интерфейсе. Трекерные сцены сегодня в основном держатся усилиями чиптюнщиков, поскольку музыканты, которые стремятся достичь максимального качества, неизбежно пересаживаются на трекеры третьего поколения, модульные студии и секвенсеры, кому позволяют средства. Но по сей день можно набрать в гугле своего чипкомпа и узнать, где что будет интересно в ближайшее время, и даже поучаствовать. Субтитры создавал DimaTorzok